Праздник Кущи Праздник Кущи Затем они могут войти в праздник Кущи, радуясь в славе Божьей, в присутствии Бога с ними и в надежде на еще более великую славу в будущем. А сегодня мы рассмотрим празднование Кущи во времена Иисуса. Любопытно, что Дух Святой дал две церемонии, которые практиковались во времена Иисуса. Их нет в законе Моисея, но они были представлены пророками. Я считаю, что это был пророк Исаия, потому что его пророчества подходят под эти церемонии. Иисус поддерживал эти церемонии в Новом Завете. Он даже строил вокруг них свое учение и заявлял, что исполнил их. Первая церемония — это церемония проливания воды. В Скинии никто не спал, все веселились до поздней ночи. И так всю неделю, особенно в последний день праздника, основным фокусом радости была как раз церемония проливания воды. Это прообраз Мессии, который получил Духа Святого и излил его на свой народ. Это основано на видении Исаии, о том, как Мессия принесет Дух Святой. Каждое утро на рассвете священник брал золотой кувшин. Этот золотой кувшин — это прообраз Христа. Золото — это символ божественной природы. Итак, священник брал золотой кувшин. На рассвете первосвященник возглавлял радостную процессию и вел ее вместе с золотым кувшином в руках от храма до купальни Силаам. А воды Силаама — это символ Святого Духа. У Исаии, в восьмой главе, в шестом стихе сказано, «Этот народ пренебрегает водами Силаама, текущими тихо». На этой модели Иерусалима вы видите храм сверху. Итак, сам процесс представлял из себя вот что. Это символ Святого Духа. Воды Силаама идут из источника Гихон, который находится у Иерусалима. Именно у этого источника был помазан Соломон. Его воды текут через туннель Язикии прямо в купальню Силаам. Именно туда идет эта процессия с огромной радостью. Там они черпают воду и наполняют ею золотой кувшин. Как сказано у Исаии в 12 главе 3 стихе. «И в радости будете почерпать воду из источников спасения». А это туннель, построенный Язикии. Он направил водоисточника Гихон к купальне Силаам в центре города, чтобы люди могли набирать воду безопасно. Это конец туннеля. И небольшой бассейн, известный как купальня Силаам. Но совсем недавно была обнаружена настоящая купальня. Она оказалась более впечатляющей, чем та, что вы видите сейчас на картине. «Исцеление слепого» из 9 главы Евангелия от Иоанна произошло у купальни Силаам. Это прообраз того, что Дух Святой открывает всем нам глаза. К купальне вели ступеньки. Это был довольно большой прямоугольный бассейн. Люди шли туда, чтобы ритуально очиститься перед входом в храм. А другие использовали воду оттуда, потому что это было водоснабжение для всего города. Это круглые отверстия для сосудов. Их нашли при раскопках. Это изображение того, как все это могло выглядеть. Это было одно из самых важных мест во времена Иисуса. А еще был найден проход, ведущий от купальни прямо в храм. Итак, начерпав воду в золотой кувшин с криками радости, процессия возвращается в храм, и все провозглашают 12 главу 3 стих Исаии. «И в радости будете почерпать воду из источников спасения». Как видите, Исаия знал, что будет делать Мессия, потому что эти слова идут после 11 главы, где говорится о Мессии. Я думаю, что Исаия придумал эту церемонию, чтобы пророчески продемонстрировать, что будет делать Мессия. И мы видим, что это было полностью исполнено Иисусом. Псалмы, которые пели во время церемонии проливания воды, это халлэль. Это псалмы 112 по 117, а особенно 117. Мы прочитаем отрывок, и вы увидите, насколько он подходит для праздника кущей. Глаз радости и спасения в жилищах праведников. «Десница Господня творит силу. Десница Господня высока. Десница Господня творит силу. Не умру, но буду жить и возвещать дела Господни». А затем они подходили к воротам и пели. «Отворите мне врата правды. Войду в них, прославлю Господа». Вот врата Господа. Праведные войдут в них. «Славлю тебя, что ты услышал меня и соделался моим спасением». Камень, который отвергли строители. Речь о Мессии и его смерти. Соделался главой угла. Это его воскресение. Это от Господа и есть дивно в очах наших. «Сей день сотворил Господь. Возрадуемся и возвеселимся в Он». Затем воду заносили в женский двор, и в итоге ее приносили туда, где стоял жертвенник, прямо перед храмом. Затем они пели. «О Господи, спаси же!» или «Осан!» «О Господи, спас пешествуй же!» «Благословен грядущий во имя Господня!» «Благословляем вас из дома Господня!» А вот что Бог заповедал им петь на каждый праздник кущей. Так. Они приглашали Мессию прийти, потому что именно это и символизировали кущи. Бог с ними и в них. Бог обитает среди них. Так они ждали и молились о том, чтобы Мессия пришел, спас их и принес свой мир, а также излил на них свой дух. И это повторялось все семь дней, как и при взятии Иерихона, потому что это было символом того, что они перешли из пустыни в полноту Божьего благословения. Так они семь дней подряд маршировали вокруг храма с лулавами, ветками, о которых мы говорили в прошлый раз. Они произносили 117-й псалом и радовались. А еще вокруг жертвенника клали ветки вербы. Вербы — это символ дождя. Так они молились за дождь Духа Святого. Эта церемония проливания воды была в первую очередь молитвой о дожде. Они просили дождя для следующего года и благодарили Бога за дождь в прошлом году. Но раввины понимали, что это также пророческая молитва о дожде Святого Духа, который прольет Мессия. А на семь дней все увеличивалось и усиливалось в семь раз, то есть восторг нарастал. В последний день они радовались еще сильнее и еще громче и продолжали произносить те же молитвы о спасении, о мире и о духовном благословении. На седьмой день они маршировали вокруг жертвенника семь раз, и восторг поднимался до максимума. Также каждый день священник поднимался к храму, чтобы лить воду. Традиция гласит, что для этой церемонии священник поднимался к высокому жертвеннику и выливал воду из селаама, которая символизировала Духа Святого. Когда священник поднимался туда, толпа кричала «подними руку», что значило «мы хотим увидеть, как ты будешь лить эту воду». Во времена Иисуса были саддукеи, и им не нравилась эта церемония, потому что ее не было в законе Моисея. Поэтому некоторые священники не делали этого надлежащим образом. Они просто выливали воду. Толпа была в такой ярости, что бросала в священников цитронами. Если помните, то у каждого из них был фрукт, как символ благодарения Богу. И они забросали священника этими фруктами. С тех пор священник должен был поднимать руку и лить воду свысока. Вода символизировала Божий дождь и его дух. Это была молитва за дождь в следующем году, за урожай и процветание, а также за приход Мессии и излияние Духа. Итак, люди благодарили Бога за собранный урожай, молились за дальнейшее присутствие Бога с ними и его обеспечение, за дождь и урожай в следующем году. А также ожидали исполнения этого праздника Мессией, который придет и будет обитать среди своего народа. А сейчас мы рассмотрим праздник Кущи в служении Иисуса. Это седьмая глава Иоанна. Там сказано, приближался праздник иудейский, поставление Кущи. Но когда пришли братья его, тогда и он пришел на праздник неявно, а как бы тайно, потому что религиозные лидеры хотели его убить. 14 стих. «Но в половине уже праздника вошел Иисус в храм и учил». То есть он появился через три с половиной дня и начал учиться. Семь дней праздника — это семь лет представления Мессии Израилю. Первые три с половиной года служил Иоанн Креститель, а Иисус был в тени, а следующие три с половиной года он служил публично. Так же было и на этом празднике. И в конце семи лет Иисус поднялся и излил свой дух. То есть Иисус выбрал последний день праздника, его кульминацию, чтобы объявить о том, что он Мессия. И он исполнил церемонию и излил Духа Святого. Об этом сказано в 37 стихе, в последний же великий день праздника. Этот последний день называется «Хашана-раба» или «Великая Асанна». Всю неделю они пели «Асанна», но в этот день они делали это в семь раз больше и сильнее. После семи кругов вокруг жертвенника, первосвященник поднимался наверх и поднимал руку, чтобы вылить воду. А еще из отдельного кувшина выливали вино. Вода была в золотом кувшине, который символизирует Христа. В этот кувшин воду набирали, а выливали ее в серебряный кувшин, который стоял внизу на жертвеннике. Воду выливали из золотого кувшина в серебряный, а серебро — это символ искупления. Серебряный сосуд символизировал искупленных. Это символ того, как Божественный Христос выливает Духа Святого в искупленных. Любопытно, что серебряные чаши были дырки, то есть вода попадала в чашу, а потом вытекала из нее на землю. Это символ излияния Святого Духа через Мессию. Иисус наш Представитель, наш Первосвященник. Он спустился и получил воду Святого Духа для нас с вами. А затем Он поднялся на небо и излил Духа Святого, чтобы Его приняли все искупленные, которые также вознесены вместе с Ним в Нем. А затем эта вода жизни должна течь через нас к людям на земле. Именно в этот момент Иисус решил сделать громкое заявление. Восторг нарастал в течение семи дней, а особенно после семи кругов вокруг жертвенника. Первосвященник поднимается наверх, все кричат от восторга. Это кульминация всего праздника. Все готовы. Первосвященник берет золотой кувшин, а толпа кричит «Подними руку!» Он поднимает золотой кувшин вверх, и наступает тишина. Вся толпа замолкает, ожидая увидеть выливание воды. И в тот самый момент, когда все в ожидании и в предвкушении, кто-то, нарушая тишину, кричит громким голосом, и мы можем прочитать. В последний же великий день праздника стоял Иисус и возгласил, говоря, «Кто жаждет, иди ко Мне и пей. Я источник живой воды, кто верует в Меня, у того, как сказано в Писании, из чрева потекут реки воды живой». Иными словами Он говорит «Я Мессия». «Я исполню праздник кущий. Я пришел, чтобы исполнить эту церемонию. Я золотой кувшин. Я имею воду жизни. Я пролью ее в любой серебряный сосуд, который откроется передо мной и примет эту воду. А затем эта вода потечет сквозь вас к другим». Его слова прозвучали в тот самый момент, когда лилась вода. И это очень хорошо вписывается в эту церемонию, потому что Мессия вливает свою воду в людей, а потом вода течет через людей на землю, в этот мир. Затем Он говорит «Сие сказал Он о духе, которого имели принять верующие в Него, ибо еще не было на них Духа Святого, потому что Иисус еще не был прославлен». То есть Он говорит, что все это исполнится, когда Мессия поднимется на небо, прольет Свой Дух, и люди получат Его, а потом Дух будет течь через людей, как реки живой воды. Иисус, наш первосвященник, спустился на землю, смирил Себя и стал человеком. Он заплатил цену за то, чтобы дать нам Духа Святого. Затем Он поднялся на небо и излил на нас Свой Дух, чтобы Он так же мог течь через нас. Слава Богу! Второй была церемония освящения. Четыре массивных 30-килограммовых светильника выставляли во время праздника кущей в женском дворе. В каждом из них было четыре огромных факела, которые освящали ночь весь Иерусалим. Вот насколько яркими они были. Для этого использовалось большое количество масла. Молодые священники поднимались по лестнице, чтобы залить масло туда. Эти факелы символизировали свет, присутствие Ишихину, то есть славу Божью, исходящие из храма во тьму. А храм называли Свет Мира. Это еще одна церемония, которая должна была быть исполнена Мессией, присутствие Бога среди Его народа. Все храмы указывают на конечный храм Божий, на Иисуса Христа и на искупленных во Христе. Он — истинный храм. Он — истинная обитель. От Него исходит Слава Божия. Он — Свет Миру, а в Нем мы — тоже храмы Божии, храмы Его славы. И мы тоже названы Светом Миру. Праздник Кущий о Свете и о Славе Божией, которая исходит от нас. Евангелие от Иоанна, 8 глава, 12 стих. Эти события тоже произошли на праздник Кущий, но уже вечером. «Опять говорил Иисус к народу и сказал им, «Я — Свет Миру». В то время, когда горели огромные светильники, символизирующие Славу Божию, исходящую из храма, Иисус говорит, «Я — истинный храм, Я — Слава Божия, Я — Свет Миру». «Евреи верили, что Слава Божия засияет из храма, и все народы придут к этому свету». Иисус говорит, «Я — есть этот свет, и мы тоже этот свет, если мы в Нем». Иисус сказал, что Он — исполнение Кущий. «Кто последует за Мною, тот не будет ходить во тьме, но будет иметь свет жизни». Заметьте, что Он сказал, что этот свет не просто засияет на вас, а он будет внутри вас. Вы станете частью этого храма, и от вас будет исходить свет. Вы будете иметь в себе свет жизни. Вы будете храмом, полным славы и света. Иисус обещает наполнить наш храм светом. Речь идет о перерождении нашего Духа. Ефесианам 5,8. «Вы были некогда тьма, а теперь свет в Господе». Итак, праздник Кущий говорит о свете Иисуса, который засияет через нас, а также о реках Духа, которые потекут из нас. Вот почему Иисус умер за нас, чтобы сделать нас храмом Бога живого, и Его свет сияет. Слава Богу! Итак, первый этап Кущий уже исполнился в нас. Это связано с первым пришествием Иисуса, когда Он пришел во временной скинии. Сейчас мы, как и Он, живем во временных скиниях, а внутри нас Дух Божий. Но приближается этап номер два. Иисус уже вошел в него. Он уже имеет прославленное тело. Однажды Он вернется в этом прославленном теле в силе и славе, и мы получим тела, которые смогут вынести славу Божию во всей ее полноте. Это будут вечные храмы. И тогда праздник Кущий полностью исполнится в нас. Слава Божия и свет Божий будут исходить от нас вечно. Мы — конечный храм Божий. И Иисус сказал, «Я — слава Божия, сияющая из храма Божьего». Христос в нас — это надежда славы. Итак, люди радовались всю ночь. Обычно серьезные ученики, раввины и священники уходили в отрыв. Говорят, что они любили жонглировать горящими факелами. Некоторые могли использовать сразу восемь факелов. Они радовались тому, что Бог посреди них, и что Мессия исполнит этот праздник на полную. Иисус вернется на праздник Кущий, потому что Он еще с ними не закончил. Во время Своего Второго пришествия Он исполнит праздник Кущий так же, как во время Первого пришествия Он исполнил Пасху. Иисус вернется после последнего дня искупления, национального покаяния Израиля, когда весь народ примет Мессию. Они примут Его верой и пригласят Его прийти, как своего царя. Они будут говорить, «Благословен грядущий во имя Господне!» И Он вернется, чтобы спасти их в битве при Армагеддоне. Затем Он будет лично обитать и править из Иерусалима, а Его слава покроет землю. Так Он исполнит праздник Кущий. Это также будет временем сбора плодов с земли. Все верующие будут собраны в Царство Божие, а сатана и все грешники будут удалены и брошены в огонь. Это, кстати, еще одно исполнение Кущий. В Евангелии от Матфея 23 главе Иисус сказал «Не увидите Меня отныне, доколе не воскликнете, благословен грядой во имя Господне!» То есть евреи должны пригласить Иисуса прийти и спасти их. Бог предназначил, чтобы израильский народ молился так каждый год на Кущи. А это означает, что Он намерен вернуться в это время. Оба раза Иисус придет на землю на праздник Кущий в ответ на приглашение Израиля. В первый раз Он родился на Кущи, а во второй раз Он вернется на Кущи. Иисус сказал, что Он вернется только тогда, когда Израиль скажет «Это, а значит, это молитва праздника Кущий». Бог велел им молиться так на Кущи, потому что планируют вернуться на землю во время Кущий. Вот почему праздник Кущий будет главным праздником, который будут отмечать все народы во время Тысячелетнего Царства. Это также день рождения Царя. В это время мы сфокусированы на Пасхе и на причастии. Мы отмечаем этот праздник и помним, что он был исполнен. А также мы ждем будущего, когда будет исполнен праздник Кущий. Но во время Тысячелетнего Царства, когда Иисус вернется, а Его слава наполнит землю, мы сконцентрируемся на празднике, который исполнился только что, то есть на Кущах. И как мы живем в исполнении Пасхи, люди в будущем будут жить в исполнении праздника Кущий. Об этом сказано у Захарии. Это чудесное пророчество о возвращении Иисуса. Затем все остальные из всех народов, приходивших против Иерусалима, будут приходить из года в год для поклонения Царю, Господу Саваофу и для празднования праздника Кущий. И будет, если какое из племен земных не пойдет в Иерусалим для поклонения Царю, Господу Саваофу, то не будет дождя у них. Люди будут поклоняться и снова молиться о дожде. И только если они будут послушны Богу в этом, они будут иметь дождь для следующего урожая. Кущи будут важным праздником в Тысячелетнем Царстве, потому что тогда этот праздник будет полностью исполнен на земле. Теперь понятно, почему на горе Преображения Петр хотел поставить три шалаша или три суккота в Евангелии от Матфея 17 главе. Тогда ученики смогли вкусить, каким же будет грядущее царство, когда праздник Кущий будет исполнен. Они увидели прославленного Христа. Они увидели исполнение Кущий. Увидев Христа во славе, Петр понял, что это исполнение Кущий и подумал, «Прекрасно!» Это означает, что царство уже близко, поэтому давайте поставим шалаши и будем праздновать. Но он ошибся со временем. Иисус обязательно сделает это, но было еще не время, потому что вначале он должен был исполнить Пасху. Он должен был умереть, как пасхальный агнец. А Преображение — это был лишь анонс того, что будет в будущем, когда Иисус явится во славе. Тем самым он говорил, «Хотя вы увидите, как я умру, как пасхальный агнец, я также приду и исполню праздник Кущий. Я приду и явлю вам свое царство и свою славу». Но даже тысячелетнее царство не является конечным исполнением Кущий. Если тысячелетнее царство начнется с Кущи и продлится ровно тысячу лет, то и закончится оно ровно на Куще. Откровение 20 глава. «Когда же окончатся тысячи лет, сатана будет освобожден из темницы своей и выйдет обольщать народы, находящиеся на четырех углах земли, Гога и Магога, и собирать их на брань, число их, как песок морской. И вышли на шароту земли и окружили стан святых и город возлюбленный. И не спал огонь с неба от Бога и пожрал их». Вместо того, чтобы прийти на праздник Кущи и почтить царя, они подняли бунт, который был быстро подавлен. Сразу после этого наступило уничтожение неба и земли и началась вечность. «И увидел я великий белый престол и сидящего на нем, от лица которого бежало небо и земля, и не нашлось им места. Тогда придет конец вселенной, и вечность тоже начнется на Куще, потому что Кущи — это в конечном итоге символ вечности». В Откровении описано вечность как полное исполнение праздника Кущей, когда все плоды земли, все праведники, будут собраны в его царство, грешники будут удалены, а невеста, храм Божий, воскреснет и будет полностью прославлена и наполнена славой Божией. Иоанн писал, «И я, Иоанн, увидел святой город Иерусалим, новый, сходящий от Бога с неба, приготовленный как невеста, украшенная для мужа своего. И услышал я громкий голос с неба, говорящий, «Вот скиния Бога с человеками, и Он будет обитать с ними. Они будут Его народом, и Сам Бог с ними будет Богом их. И отрет Бог всякую слезу сочей их, и смерти не будет уже, ни плача, ни вопля, ни болезни уже не будет, ибо прежнее прошло». И сказал мне, «Совершилось. Я есть Мальфа и Омега, начало и конец, жаждущему дам даром от источника воды живой. Храма же я не видел в нем, ибо Господь, Бог Вседержитель, храм его, и Агнец». Агнец — это Христос, а если мы во Христе, то мы в Агнце, и вместе мы храм, в котором обитает Бог. Бог живет в нас вечно, и город не имеет нужды ни в солнце, ни в луне для освящения своего, ибо слава Божия светила его, и светильник его Агнец. Спасенные народы будут ходить во свете его, и цари земные принесут в него славу и честь свою. И показал мне чистую реку воды жизни, светлую, как кристалл, исходящую от престола Бога и Агнца, среди улицы его, и по ту и по другую сторону реки, древо жизни двенадцать раз приносящие плоды, дающие на каждый месяц плод свой, и листья дерева для исцеления народов. Рабы его будут служить ему, и узрят лицо его, и имя его будет на челах их, и ночи не будет там, и не будут иметь нужды ни в светильнике, ни в свете солнечном, ибо Господь Бог освящает их, и будут царствовать во веки веков. Если вы приняли Иисуса как своего пасхального Агнца, а его дух вошел в ваше сердце, то вы уже вошли в первую фазу исполнения праздника кущей. Дух внутри вас хочет течь наружу, а света Иисуса вас желает светить из вас, но это еще не все, потому что однажды ваше тело изменится, вечный храм Божий, и слава Божия, которая в вас проявится на полную. Христос в нас это гарантия славы, кущи это исполнение Божьего плана для нас. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok